Здравствуйте, я зовут Анастасия Гордон и тема моего дипломного проекта это дизайн-концепция рекламно-графического комплекса в фестивале здорового питания. Передо мной стояла задача создать такой рекламно-графический комплекс, которым фестиваль не способствует другими маркетинговыми коммуникациями, продвижению фестиваля и людей на рынке подобных мероприятий. Выгодить застучать фестиваль на форме конкурентов, то есть привлекать внимание и запоминаться. Несмотря на кризис, интерес людей на развлекательные мероприятия не снизился, а здоровое питание уверенно литит в специальности. Целевая аудитория – это мужчины и женщины любого возраста, стоящие за своим питанием. Мероприятие рассчитано на людей со средним уровнем дохода. Фестиваль называется «Право питания». Смысл в том, что человек имеет право на пищу, а также слово «право» ассоциируется со словом «раве». Идея подкрепляется слоганом «имеешь право». Продолжительность фестиваля – три дня. Фестиваль проходит в Москве. Возможна популярность. Цель фестиваля – это приобретение здорового питания в России. Фестиваль имеет развлекательную, познавательную программу, связанную с едой, которая включает в себя мастер-классы, лекции, программу для детей, вступления в детей, и это маркет. Фирменный блок. Фирменный блок разрабатывался с учетом возможности модификаций и применения различных ситуаций. Например, на календаре, на пилблорде и на сайте. Они меняются. Скалокомпозиция – это группа охотных здоровых шагающих людей, несущих вилку с ложкой, а первый человек, он несет флаг с названием «Фестиваль мирового питания». Вся композиция, идея, вкладывая на их стремление питаться и импитаться правильно. Также присутствует постпатермистическая оллюзия с советской плакатной графикой, что может быть близко старшему... ...старшему... 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 ...сосно-сосно-соу... ...сосно-соу... ...сосно-сосно-сосно-сосно-сосно-сосно-сосно-сосно-сосно-сосно. Для решения кратических задач были разработаны 12 человечков и два стены различных элемента – это линии 6 терминок цветов и вдвойной слайд-слайд-слой. Фирменный шрифт Калибри – С вами был разработан пиратский фотограмм. Они отличаются шесть из них в квадрате, шесть из них в другом круге. Это сделано для того, чтобы показать различия использования. Те, что в квадрате, они используются для обозначения зоны, а те, что в круге, они используются для обозначения объекта внутри этой зоны и окрашиваются по цвету зон. Они используются на карте, которая в лимфлете, и на указателях, и на бейджах. Там же в лимфлете есть расписание на три фестивальных дня. Для удобства, время, начало мероприятия в каждой зоне окрашено в цвет этой зоны и находится напротив линии. в цвет этой зоны. Было сделано 12 пейджей. На пейджах написано имя, должность и фотограмма, показанная на зоне, в которой этот участник работает. Есть участники, которые не предназначают никакой конкретной зоне и работают на всей территории фестиваля, например, пресса. И на них вместо пейджограммы используются три фирменных паттера, уже типа человечка. Был сделан билет. Билет с цифровым порошком. Билет рассчитан на один фестивальный день. С обратной стороны билета используют фирменный паттерн. Афиши. Для афиш было выбрано два формата. Первый вариант – это сити-формат биллборби. Один вариант сити-формата – династовый паттерн. Второй вариант сити-формата используется рекламный прием гиперболизации, как основной и контраст рисованного и фотографического. Все это может привлечь внимание, а также некоторое количество начинается с праздников. В четвертых используется та же самая концепция. Был разработан календарь формата А3. На обложке календаря запряжена наторванная коробка, в которой лежат овощи и фрукты. Внутри календаря в коробке. Для каждого месяца был выбран фрукт общих ягод. Они отбираются по цветам. Зима – фиолетовые, осень – это желтые, весна – это красные и лето – это зеленые. По бокам в них идет описание с вредными и полезными использованиями этих фруктов и овощей. И над календарной сеткой используются фирменные человечки, которые… Количество человечков зависит от номера месяца. То есть в каждом следующем месяце добавляется по одному человеку. Значит, это идея. Был сделан сайт. Для удобства и сокращения времени на поиск нужной информации. При входе на сайт идет разделение на гость, партнер и участник. То есть можно выбрать свою категорию и прочитать информацию, предназначенную именно для гостя, партнера или участника. Вверху есть меню, где можно с любой страницы перейти на любой раздел из других категорий. Ну все, и все так. Сейчас переходим к вопросу. Спасибо.